Приветствую вас Ирина. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Итак, шла с мужем 5 лет развелись, тяжело переживала. Ну, развод это всегда травма, и соответственно при разводе человек испытывает много неприятных эмоций, много неприятных переживаний, связанных с тем, что привычные представления о жизни, привычный уклад жизненный. Вот. И, собственно, сама привычная жизнь человека достаточно сильно меняется. Вот. Поэтому зачастую это довольно травматично и без должной поддержки. Человек может испытывать проблемы с адаптацией к новым условиям. Кроме того, зачастую развод происходит на фоне негатива по отношению к партнёру. И в результате подобного человек чувствует себя, ну, виноватым, например, в том, что произошёл развод. Вот. Человек чувствует, что с ним что-то не так. Вот. Что произошёл развод, особенно если партнёр как-то вот обвиняет, да? Значит. Ну, если партнёр обвиняет, допустим, вас, если ваш муж обвинял, обвинял, всем тогда, там, высказывал какие-то претензии, ваш адрес, вот. И говорил, например, что это вы виноваты, собственно, вот в том, что произошло, да? Что это вы, что это из-за вас, что это вы, вот, какая-то плохая, например, и так далее. Вот. Зачастую результатом развода является то, что человек думает, что не способен на отношения. Вот. Результатом развода становится то, что человек думает, что не может быть счастлив. Вот. И, соответственно, здесь на передний такой вот план, да, выступает то, что человек хочет получить или получать в отношениях. И то, что человек готов отдавать в отношениях. Вот. Как вы понимаете, с семьёй и с браком связано очень много такого рода моментов и, соответственно, не совсем, исходя из вашего текста, понятно, как именно вы переживали развод, в чём именно для вас сложность, в переживания развода. Вот. Хотя это очень важный момент для вас. Поэтому тут, опять же, многое зависит от того, как вы воспринимали своего мужа и, возможно, воспринимаете его. Многое зависит от того, что вас объединяло и связывало, да, какой контекст был у вашего взаимодействия с мужем и так далее. Прошло два года, пишите вы, все мужчины в это время казалось казалось отвратительным. Ну, это скорее выглядит здесь как защитная реакция, либо как обесценивание, вот, обесценивание мужчин, либо как сравнивание их с другими. Ой, сравнивание их с вашим мужем. То есть вы других мужчин сравнивали со своим мужем, идеализировали его. Если в данном случае речь идёт про идеализацию, то можно говорить о некоторых ваших желаниях, которые и составляют основу для идеализации мужа. В таком случае речь идёт о неосознанности вами своих потребностей и о неумении их реализовывать самостоятельно. Когда вы видите мужчину, вы автоматически посылаете запрос, может ли он удовлетворить ваши потребности или нет. Конечно, он этого сделать не может, но особенно как ваш мужчин сразу же становится для вас отвратительным. То есть это невозможность воспринимать мужчин как вот, ну, как отдельных личностей, да. Вот, невозможность воспринимать мужчин как индивидуальности, то есть обособленно. Обособленно от, скажем, своего пола, обособленно от того, что хотите вы, вот. То есть это некая такая вот ненаправленность на человека, можно так вот выразиться. Дальше, тут пошла к стоматологу, он понравился, выяснилось, что он женат их с детьми, он старше меня, у нас сложили дружеские отношения. Скорее всего, вы нашли наиболее приемлемую для себя форму идеализации. То есть вот то, что вы хотели, то, что вы хотите точнее, наиболее удачно попало вот в образ этого мужчину. Вот, абсолютно ваше такое стремление с ним быть. Дальше, у нас сложились дружеские отношения, он делится переживаниями со мной, я с ним. Он мне очень нравится, давать понятия я не хочу, хотя, скорее всего, он их догадался. Встревать семью тоже не хочу и не стану, как помочь себе принести это легче. Ну, работа с психологом над теми проблемами, которые я описал для начала. Во-вторых, обратите внимание, пожалуйста, на то, что вы говорите, вот он мне нравится, но давать понятия я не хочу. То есть, вот вы, тот факт, что вы страдаете от, от своего чувства, да, от чувства симпатии, говорит о том, что эта симпатия направлена на вас, а не на мужчину, на желание получать, а не отдавать. И, на мой взгляд, это, гораздо таки, большая проблема, потому что вы, опять же, становитесь зависимой. Это зависимость, когда ваше чувство причиняет вам боль. Это нуждаемость в чём-то. Вы эту нуждаемость воспринимаете как симпатию. Безусловно, элементы симпатии там есть. Но, как бы, есть же ваши потребности. Именно ваши потребности делают чувство к мужчине и к любому мужчине болезненным. Ваша фраза о том, что встревать в семью не хочу, да, она выглядит, конечно, с одной стороны правильной, такой вот высокоморальной, но здесь угарывается определенное чувство стыда и некого обесценивания своих чувств. Это первое. Второе здесь выглядит, эээ, здесь, эээ, даётся себе знать, ээ, проблемы личных границ. То есть, вы по факту решаете за другого человека, эээ, что ему делать с семьёй, потому что вы ни в какую семью не сможете встрять, влезть, эээ, если, эээ, ну, там нет проблем. И, напротив, если вы, у вас получается это сделать, значит, там есть проблемы. И, ваше встревание только поможет эти проблемы либо решить, либо, либо усилить и соответственно семью разручить. То есть, вы сами не сможете ничего насильное сделать. Но тот факт, что вы полагаете, будто можете, говорит о проблеме личных границ. То есть, не осознавание чётко своей ответственности и ответственности другого человека. Эээ, так же, как и ответственности других людей за всё, что происходит с ними. Эээ, с этим тоже нужно работать. Эээ, дальше. Дальше. Вы пишите, как помочь себе перенести это легче себе. Вы помочь, скорее всего, не сможете. Вы находитесь во власти своих мыслей и привычных, поэтому вам нужна помощь, извиняя. Помощь психологу. Помощь психотерапии. Ага. Дальше. Страдая от этого чувства. Ну, опять же, как страдает. Да. То есть, что именно происходит. Эээ, как это в процессе выглядит, то, что вы страдаете. И очень важно разобраться. Потому что сейчас есть некие такие общие фразы, общие слова, которые никакой конкретики не нюсят. Вот. Вообще надо сказать, что в вашем тексте довольно мало конкретики. Очень общие некоторые фразы. Например, то, что вы тяжело переживали расставание с мужем. Да. То есть, ну, понятно, что тяжело, понятно, что тяжело. А вот как именно и в чем именно ваша особенность переживания расставания, это, это вот, как раз таки непонятно. Дальше. Эээ, все время думаю о нем. Это про потребность. Как отпустить это в себе? Ну, собственно, осознать и удовлетворить потребность, я полагаю. Как минимум. Ээ, либо решить внутренний конфликт. Эээ, решением которого и является мужчиной. Да, вот, да, вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам Ирина. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится.